Сегодня мы продолжим тематику, которая связана со школой Буаса и поговорим о ряде исследователей, часть которых были связаны непосредственно с Буасом, это ученицы. Его ученица Рот Бенедикт и Маргарет Митт. И еще один человек, который напрямую не был связан с Буасом, но тем не менее по своим подходам, по своим концепциям во многом пересекается с этой школой, к тому же он был нужен Маргарет Митт, это Грегори Бейтс. Ну вообще надо сказать, что люди, о которых пойдет речь, представляли из себя такую семью открытого типа, так что это была такая плотная интеллектуальная коммуникация, в котором постоянно какие-то идеи генерировались, обсуждались, обрабатывались и так далее. Поэтому во многом целый ряд общих идей существовал. В первую очередь Рот Бенедикт. Это исследовательница, которая достаточно поздно пришла к антропологии. Она была какое-то время домохозяйкой просто, потом уже в зрелом любвисти влеклась антропологией, ученицей Буасом, и он очень положительно относился к ней. Она занималась очень обширными исследованиями американских индейцев. И написала целый ряд трудов, в которых проанализировала мифологию различных отдельных племен, таких как племя Качити, племя Зуни, или Цуни по-другому пишется в плане этого племени. Тоже книга, которая называется «Мифология Цуни». И какие-то определенные темы рассматривала, вроде понятия ангела-хранителя в Северной Америке. Но затем, изучая мифологию, она обратила внимание на то, что в мифологии проявляются какие-то определенные установки, которые свойственны той или иной культуре, и которые определяют очень многое в поведении, не только в ритуальном поведении, как вот обычно связываются мифы и ритуал. Но и вообще в целом в восприятии людей, в практике людей, во взаимоотношении, в воспитании того или иного психологического типа. И именно интерес к этим появлениям характерен для Руд Бенедикт, а также и для всей этой группы, которая получила название «Школа культура и личность». То есть существует культура, которая выражается в частности в мифологии, и эта культура определенным образом культивирует личность или наоборот личность не вписывая, не может вписаться, испытывает определенные сложности, чтобы вписаться в культуру. И такие люди рассматриваются как маргиналы, интерес к нарушителям, к преступникам, к маргиналам был тоже очень характерен для этой школы, потому что именно таким образом проявляются границы, проявляются воспользующие постановки. И она выработала понятие паттернов культуры. Написала книгу, которая так и называется «Паттерны культуры», где она суммирует вот эти вот свои индивические исследования, полевые исследования среди индейцев. И главная идея этой книги заключается в том, что существуют определенные культурные установления, которые выражаются в мифологии, в которых какие-то определенные ценности собираются, культивируются, а другие ценности отвергаются. Есть культуры, в которых, скажем, важны деньги, а другая культура может полностью пренебрегать денежными отношениями, экономикой. Культура, в которой культивируется старость или наоборот культивируется молодость. Культура, которая зациклена на смерти. Или еще какие-то такие явления становятся основанием такой суперструктуры. И она сопоставляет, производит сравнение различных элемен по тому, каким образом они соотносятся с теми или иными ценностями. В частности, ее знаменитое исследование по сравнению двух племен. Одно племя, это племя Квакиутель, это североамериканские индейцы, которые живут на острове Ванкубер и на побережье, которое противоположно этому острову. Про это племя потом очень много будет писать Леви Стросс в своей книге «Пути-пути маски». Название этого племени пишется по-разному и очень условно, потому что на самом деле они называются Квак-Квак-Квак-Квак, если я, конечно, это правильно произношу. И вот этому племени противостоит другое племя по своим установкам, которое называется Цуни или Зуни. Тоже племя такое очень известное для антропологов. В частности, очень много писал о них Морган, Генри Льюис Морган. В своей книге «Жилище североамериканских индейцев», который разрабатывал теорию первобытного коммунизма, оказавшую очень большое влияние на Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Энгельс, собственно, свою книгу о происхождении семьи, частной собственности государства, написал, основываясь на тех исследованиях, которые проводил Морган. В частности, среди племени Цуни, такое очень забавное племя, которые жили в таких домах, которые похожи на хрущевки. Многоэтажные здания, там по четыре этажа, может быть, даже больше, состоящие из клетушек определенных. И там вот такое, как считал Морган, сохраняющие первобытно-коммунистические отношения, образ жизни они вели. Хотя это очень такая сомнительная теория по поводу первобытного коммунизма, которая была потом оповергнута, но оказала огромное влияние на жизнь людей, на нашу жизнь, на жизнь россиян, поскольку уверовали после Моргана, что возможны такие коммунистические отношения. Но вернемся к роду Бенедикта. Она противопоставляет эти племена по их отношению к тому, какой образ жизни они практикуют. В такой Цуни они практикуют образ жизни миролюбивых. Они не склонны к конфликтности, добры. И все их мифологические взгляды, все их ритуалы наценены на то, чтобы всячески снимать, избегать разнообразные конфликты, практиковать такое доброе отношение к соплеменникам. Именно вот это было расценено Морганом в свое время, как проявление пережиток коммунистической эпохи. И она назвала это таким словом, которое, конечно, отчасти неудачно, как аполлонийская культура. Она взяла оппозицию, уницианство, дионисийская культура и аполлонийская культура. Такая культура нормы, культура размеренности, где все люди понимают то, что необходимо жить в соответствии с этими нормами, необходимо жить гармонично. И весь образ жизни, включая и архитектуру, и ритуалы, служит именно этому. В то время как эти юки как раз являются культурой дионисийской, которые стремятся к тому, чтобы отвергать нормы, преодолевать нормы. Всех ритуалов, всех мифов базируются на трансгрессии. У них такой, одно из главных объектов культа, это каннибал, который живет на краю мира, или чудовище Заноква. И они практикуют такие ритуалы, которые включают в себя различные формы преодоления обыденного опыта. Это и употребление наркотических веществ, и какие-то вещи, которые связаны с жестокостью, с болевыми ощущениями, вплоть до ритуального каннибализма, или к поеданию различных веществ отвратительных, вроде нечистот и так далее. Когда они совершают это, они испытывают какой-то экспириенс, который позволяет им достигать другого взгляда на мир, другого порядка бытия. Ну, конечно, это не совсем удачное понятие, дионисийская и полоническая культуры, потому что у них как раз они не противопоставляются. Скорее, полоническая культура является реакцией на дионисийство, является как бы таким парадоксальным следствием, следствием греческого дионисийства. Вот эта концепция, которую развивает Рот Бенедикт в паттернах культуры, она относит не только к народам архаическим, но и также к народам достаточно современным. В частности, она была одним из пионеров исследования применения методов антропологии к изучению народов высококультурных, таких как, скажем, японцев. Она пишет свою знаменитую книгу в конце Второй мировой войны, которая называется «Хризантема и меч». Книга, которая была финансирована военными, потому что у американцев возникали вопросы, как вообще воевать с японцами, или как вести администрирование на оккупированных территориях. Потому что японцы поражали. Поражали, с одной стороны, своей невероятной жестокостью, причем жестокостью по отношению не только к военнопленным американцам, но и по отношению к собственным солдатам. Например, когда эвакуировался госпиталь, раненых могли просто уничтожить, чтобы не тратить бензин и их перевозить. И жестокость по отношению к себе, которая выражается, скажем, в том, что существуют летчики-камикадзе, которые таранят самолеты. Причем самое интересное, что когда этот летчик-камикадзе отправляется в полет, с этого самолета снимается все ценное, чтобы вот зря не тратить какие-то приборы или какие-то там элементы из ценных металлов. И заправляется самолет керосином только в одну сторону. То есть камикадзе, он при всем своем желании, если он сел в самолет, у него уже не будет возможности вернуться назад. А с другой стороны, японцы, как это ни удивительно, очень положительно, те японцы, которые попадали в плен, очень резко меняли свои отношения и начинали очень активно сотрудничать с американцами. И американцы удивлялись, как это может быть, что человек еще вчера был вот таким непримиримым врагом американцев и вдруг начинает сотрудничать. Что это? Лицемерие? Какой-то хитрый способ втереться в доверие, чтобы потом совершить какую-то диверсию? Непонятно. И Бенедикт, находясь при этом в Америке, и она как бы провела такое удивительное исследование на расстоянии. Вот обычно принцип антропологии, в частности принцип, который голос исповедовал, заключался в том, что нужно близко, находиться предельно близко к объекту исследования. Она разработала такой метод исследования издалека, по каким-то косвенным материалам, это очень любопытная методология, но сейчас у меня нет особо времени, чтобы ее описывать, но она достаточно эффективна. И она там выяснила, что существуют определенные структуры, определенные, так сказать, суперструктуры, так же как у племен американских индейцев, существуют некие структуры, которые поддерживаются японскими практиками различными, японскими представлениями об этике, японской мифологии и так далее. И в центре, в частности, лежит понятие, которое условно можно перевести как долг, хотя это гораздо больше, чем долг. И существуют различные представления, разные виды долга, есть вот долг, который называется он, который примерно соответствует нашим долгам, а есть гири, это такой долг, который невозможно вернуть. Долг сакральный, долг перед божеством, долг перед родителями, долг перед обществом. И каждый японец ощущает на себе невероятную тяжесть этого долга. И постоянно подчинен, каждый его шаг подчиняется этому долгу, и зачастую он способен совершать какие-то чудеса выносливости, или наоборот, какие-то невероятно жестокие поступки, следуя вот этому закону. В частности, такая неомифология, современная мифология, следств массовой информации анализировалась в газеты военного периода, где описывалось, как некий японский офицер бежал для того, чтобы принести донесение. Несколько суток подряд он бежал, принес это донесение своему начальнику, и тут же упал замертво. И когда врачи к нему подошли, оказалось, что он уже был мертв несколько дней. То есть, будучи мертвым, он продолжал бежать, выполняя вот этот вот свой долг, вот это вот донесение осуществить. Конечно, это едва ли реальная ситуация, но это такая мифология, которая дает очень яркое представление о том, что такое японский долг. Если человек не выполняет какой-то долг, он испытывает чувство стыда. Такое внешнее чувство, чувство перед другими, которое отличается от совести. Род Бенедикт противопоставляет культуру стыда и культуру совести. И культуру японскую, и культуру европейскую. И вот эти же представления о этом сакральном долге, они потом работают на развитии Японии. Потому что в Японии происходит очень такая быстрая индустриализация после Второй мировой войны. Япония внезапно становится второй по уровню развития страной. И не благодаря тем инструментам, которые привыкли использовать европейцы. Благодаря тому, что существует представление о том, что человек, который поступает на какое-то предприятие, он находится в определенных отношениях сакральных с начальством. Начальство, в свою очередь, опекает этого человека. У него есть некий священный долг, который он выполняет тем, что работает гораздо больше, чем положено по времени. И старается достичь каких-то наивысших результатов. Если он этих результатов не достигает, он может спать в депрессию или вообще покончить с собой. И это же определяет такой гедонизм, как это не парадоксально, японской культуры. Япония известна тем, что какие-то вещи, которые у нас считаются бытовыми, доводятся до высочайшей культуры. Например, чаепитие или принятие панны. Или отношение японцев к сексу и к порнографии, которые считаются чем-то очень положительным. Потому что человек постоянно должен выполнять этот долг. И он находится в колоссальном напряжении. И уж скоро он выполнил этот долг, например, студент сдал сессию, он может не спать несколько дней. Но если он сдал эту сессию, то в таком случае он имеет полное право придаться различным удовольствиям, для того, чтобы хоть как-то компенсировать вот эту ситуацию, получить какие-то положительные эмоции. В частности, род Бенедикт приводит такой пример, что когда муж, если муж выполнил все свои обязанности семейные, то жена не может ему препятствовать в том, чтобы он сходил в публичный дом. Напротив, она там ему выделяет из семейного бюджета какие-то деньги для того, чтобы он это совершил. Маргарит Митт была несколько младше Бенедикт, но входили они в науку примерно одинаково, потому что Митт, в общем-то, была таким молодым исследователем, а Бенедикт несколько позже вошла в антропологию. И будучи очень молодой, совершенно юной девушкой, причем воспитанной в религиозной среде в квакерской семье, она совершает совершенно авантюристическую поездку, причем не изучает северноамериканских индейцев, как это было принято в школе Боаса, а она отправляется в Полинезию, на Самаа, причем она даже не знает, что туда нужно братьям, описывает у нас в мемуарах, как какие-либо были проблемы с выбором костюма, который соответствовал бы тамошнему клинику, что-то нужно было брать с собой. И приехав в эти достаточно отдаленные места, она осуществила целый ряд исследований, которые по своей направленности перекликались с исследованием Руд Бенедикт. В первую очередь Маргарет Митт интересовали вопросы гендерных ролей и вопросы взросления. Она видела, что на этой территории существуют совершенно другие представления о таких вещах, как возрастные кризисы, как вообще взросление, воспитание детей, представление о том, что должны делать люди, мужчины и женщины. Она написала книги про совершеннолетие на Самаа, взросление в новой глинеет, пол и темперамент в трех примитивных обществах, мужчина и женщина. В частности, очень интересное исследование было направлено на то, каким образом культуры, различные практики, ритуалы, мифы формируют определенные половые роли различных обществ. Надо сказать, что Новая Глинея это такой очень любимый антропологами остров, поскольку там существуют очень разные культуры. Это своего рода такая стойка с пробирками. Там местность гористая, с бурными речками и множество племян, которые живут рядом, но которым очень трудно коммуницировать из-за вот этих вот географических причин. И поэтому на одном и том же острове рядом можно найти племена, которые принципиально отличаются в своих практиках, связанных с гендерными ролями. И МИД поставила такой вопрос. Вот те роли, которые считаются для европейцев естественными, мужская и женская. Действительно ли они базируются на некоторых биологических отличиях? Или это чисто культурный фактор? Это собственно тема, которая интересовала Руд Бенедикт, в частности лично. Потому что Руд Бенедикт был очень сложно социализироваться, ввиду того, что она женщина, замужняя женщина. Например, она читала лекции, была профессором, но не получала зарплату. Потому что считалось, что женщина должна обеспечивать мужья. У нее есть муж, который получает приличную сумму денег, поэтому ей вот не обязательно платить за ее лекции. Но потом, в конце концов, она уже перед смертью стала таким полным профессором с заработной платой, ничего большой грамм. Но это уже было во второй половине 40-х годов. Так вот, Маргарет Митт взяла несколько племен, изучила, каким образом там, какие существуют там представления о том, что должны делать мужчины и что должны делать женщины. Оказалось, что существуют совершенно различные модели поведения. И потом она эту свою концепцию проверяла и на других племенах и постоянно обнаруживала, что существуют различные варианты. Есть племена, в которых мужчины и женщины играют роль примерно такую же, какую они играют в европейских обществах. Есть племена, в которых эти отношения перевернуты. Мужчины ведут себя как женщины, но женщины ведут себя как мужчины. Есть племена, в которых и мужчины и женщины действуют по мужскому типу. И племена, в которых действуют и мужчины, и женщины по женскому типу. Племя, в котором примерно такие же гендерные роли, это племя Ятму. Там мужчины мужественные, мужчины являются лидерами, женщины занимают подчиненные положения, занимаются хозяйством и так далее. Но в этой системе есть племя, в котором и мужчины и женщины ведут себя крайне воинственно. Это Мунду Гумора. Это племя, которая не очень нравится Маргарет Митт своей воинственностью. Они непрерывно воюют с соседними племенами. А естественно жены не берут из соседних племен. Поэтому у них есть такая поговорка, что мы воюем с теми, на ком мы женимся, и мы женимся на тех, с кем мы воюем. И вот эти воинственные отношения, они продолжаются и дальше в супружеской жизни, в частности в сексуальных отношениях. У них половой акт представляет себе что-то вроде такой драки, когда партнеры кусаются, царапаются и так далее. Постоянно происходят различные скандалы и в семье, и в обществе. Мунду Гуморы никогда никому не уступают. Они впадают периодически в ярость. Когда Мунду Гумор попадает в ярость, он может убежать из общества и в бешенстве бежать по диким джунглям, разрывая все, что ему попадается на пути. И дальше либо его пожирают какие-нибудь животные, либо он обретает, успокаивается, обретает какой-то опыт, какие-то силы и возвращается назад в свое племя. Другой вариант это когда наоборот люди и мужчины и женщины стремятся к тому, чтобы вести такой спокойный образ жизни. Мужчины и женщины вместе распределяют обязанности, вместе трудятся, занимаются и экономикой, и поддержанием каких-то отношений в семье. Все решения и в семье, и в племени они принимаются общав. Хотя номинально там мужчины считаются, могут считаться в каком-то отношении более важными. Но женщины тоже обладают очень такими значительными привилегиями и прерогативами. И наконец племя, в котором отношения как бы перевернуты по отношению к европейскому распределению гендерных ролей. Это Чамбулы, где как раз главенствующую роль и в семье, и в племени играют именно женщины. Именно женщины зарабатывают, так сказать, деньги, но не деньги зарабатывают, а приносят какие-то экономические блага. Именно они определяют, чем должны там люди заниматься. А чем же, что делают в это время мужчины? Мужчины в это время находятся в мужском доме. Мужской дом это такой институт, который существует очень во многих временах. В центре находится такая хижина, в которой вход только для мужчин. В первую очередь для неженатых мужчин. Ну и женатые мужчины могут тоже, когда им надоедает общаться с тещей, с женой. Тоже они уходят туда, чтобы расслабиться. Так вот, мужчины Чамбулы, они целыми днями пропадают в этом доме, пьют пиво, играют на флейтах, танцуют, красятся. Они очень любят друг друга украшать. При этом их поведение очень женственно. В кавычках женственно. То есть то, что мы считаем лично женщинам. То есть они плачут непрерывно, непрерывно устраивают их истерики, непрерывно выясняют различные отношения, непрерывно сплетничают и тому подобное. И, наконец, еще одна, еще один любопытный антрополог, это Грегори Бейтсон, который является уникальным таким человеком, который занимался в своей жизни очень многим. Он занимался кибернетикой вместе с Норбертом Виннером и Джоном фон Нейманом и является одним из отцов кибернетики. Он занимался вопросами психиатрии, разработал концепцию шизофрении, знаменитую концепцию Дабблбайнд. Занимался проблемой алкоголизма. Затем он занимался антропологией вместе со своей женой Маргарит Нит. Занимался изучением поведения дельфинов. Это казалось очень странным. Как это может человек то вдруг быть антропологом, потом внезапно становится психиатром, потом внезапно становится кибернетиком, и потом вдруг он идет дрессировать дельфинов. И везде он оставляет очень такой значительный след. Дельфинов он дрессировал вместе с Фрайерами. Кэтрин Фрайер, наверное, читали знаменитые ее книги. Не рычите на собаку и дельфинов, приносящие ветер, кажется, называется. Она считала Бейтсона своим, как, так сказать, гуру. Но на самом деле он, по сути дела, занимался одной вещью, которая просто проявляется по-разному во всех этих сферах. Это проблемы коммуникации, проблемы власти, управления и так далее. А есть определенные структуры, есть определенные системы, игры и так далее, которые можно обнаружить и в компьютерных сетях, и в политике. Например, там, скизомогенез, который изучал Бейтсона, он может проявляться, например, и в гонке вооружений, и в различных других сферах. И, ну, что касается антропологии, то он провел свои знаменитые исследования на Бали. Там он обнаружил некую культуру, которая была очень отлична от культуры европейской. Где такие принципиальные ценности, принципиальные установки, которые, вроде бы, казалось, должны быть в любом обществе, совершенно не выполнялись. Европейское общество, это общество, которое Бейтсон называет схизмогенным обществом. То есть обществом, которое основано на конфликте, в котором постоянно люди должны что-то достигать, постоянно утверждать себя по отношению к другому человеку, постоянно конкурировать, показывать что-то лучше в той или иной области, постоянно противопоставляется индивиду обществу и так далее. Казалось бы, что это естественно, потому что иначе в обществе не будет никакого прогресса, не будет ничего нового, и вообще не очень понятно, зачем нам коммуницировать, если нет. Для того, чтобы хорошенько подраться, хорошенько посоперничать с кем-нибудь. Но на Бали общество устроено таким образом, что схизмогенных процессов практически нет. А те, которые есть, они всячески вытесняются. Культура, мифология, ритуалы, воспитание, политика и так далее, все устроено таким образом, чтобы минимизировать схизмогенность. На чем же основано в таком случае это общество? Оно основано на балансе, это культура баланса. Культура, в котором каждый человек должен, каждое явление, каждый процесс должен уравновешивать другие явления. Каждый человек стремится к тому, чтобы занимать свое место и удерживаться на этом месте. Причем это тоже очень сложная процедура удержания на своем месте, ничуть не меньше, чем соперничество в европейском обществе. Соперничество приносит свои неврозы, свои проблемы психологические, а стремление удержаться на такой тонкой линии приносит свои проблемы и свои неврозы. Потому что одно единственное мгновение и вся эта система начинает колебаться. Нужно постоянно стремиться балансировать. Он это сравнивает с балийцем, с канатоходцем. Каждый балиец непременно должен определять это свое место и он не может изменить это место. Не может, даже в голову не может прийти балийцу, чтобы попасть в какую-либо другую страту и так далее. При этом существуют очень четкие предписания, в частности предписания лингвистические, коммуникации между людьми. То есть если два балийца встретились, не очень знакомые, то первое, что они должны сделать, это установить, кто из них занимает какой статус в обществе. И от этого зависит вообще возможность их разговоров. Потому что если один человек находится, скажем, занимает некий низкий статус, а другой высокий статус, то он должен обращаться к этому высокому человеку, употребляя определенные грамматические конструкции, определенные наклонения, определенную лексику и так далее. Очень строго предписанную в данном конкретном случае. Если он немножко ошибется, то это будет такая катастрофа коммуникационная. Поэтому если два балийца не знают, в каком они отношении находятся друг с другом, они просто не смогут вообще разговаривать друг с другом, потому что у них не будет соответствующих лингвистических ресурсов. Такое воспитание баланса, воспитание такого сотрудничества, отсутствие эмоций ярких и так далее происходит на самых разных уровнях. В первую очередь на уровне воспитания ребенка. Вот такой очень важный вопрос, каким образом человек встраивается в такого рода систему. Мать начинает вот как-то стимулировать ребенка к такому активному взаимодействию. Например, тянет его за пенис или еще как-то. Но как только ребенок приближается к кульминации, и как только ребенок возбуждается, она моментально утрачивает всякий интерес к ребенку, перестает обращать на него внимание. И что бы ребенок ни делал, впадал в ярость или рыдал и так далее, она не выказывает никаких эмоций, никаких знаков раздражения, показывая, что не стоит пытаться как-то быть агрессивным. Не стоит пытаться привлекать к себе внимание другого человека, не стоит поддерживать себе состояние возбуждения эмоционального. Или, скажем, чтобы отучить ребенка от соревновательности, мать может дразнить ребенка, начав кормить грудью ребенка другой женщины. И когда ее ребенок пытается оттолкнуть от груди матери другого ребенка, она на это совершенно не обращает никакого внимания. То есть такой антифрейдийский подход. Точно так же это выражается и в других сферах, например, музыка, драма, художественное произведение характеризуются отсутствием кульминации. У нас обязательно должна быть завязка, кульминация, развязка, должна быть четкая формальная структура с началом и концом. Валийская музыка или драма могут быть совершенно безначалой конца. Можно начинать слушать эту музыку в любой момент и прекращать ее слушать в любой момент. Никаких переходов, никаких драм, никакой драмы, никакой возрастания интенсивности, никаких кульминаций там совершенно нет. Это же проявляется и в живописи. Валийская живопись такая очень изобильная, там гигантское совершенно количество элементов. Причем эти элементы накладываются в свою очередь на другие элементы. У Бейтсона есть подробные исследования по лиске живописи. Но все эти элементы, они должны быть уравновешены непременно друг с другом. Каждый там листок, там тысячи листьев, они еще любят изображать листьев, могут быть тысячи, но все они должны быть уравновешены друг с другом. В сфере межличностных коммуникаций главное это избегать различные ссоры, избегать конфликтов. Если два человека поссорились, то они приходят к начальнику деревни, к правителю деревни и составляют некий договор. Они говорят, что мы поссорились, поэтому мы не будем общаться. И какое-то время они не общаются до тех пор, пока ссора не исчерпает себя. И тогда этот контакт может быть официально аннулирован. То же самое происходит не только в межличностных взаимодействиях. Скажем, в военных действиях. Главное в военных действиях это не встретиться с армией другого, с враждебной армией. Вся тактика сложная направлена на то, чтобы как можно дольше избегать прямого столкновения, отдалиться, окружить рвом, чистоколом и стоять в какой-либо своей позиции. Также в этом обществе отсутствуют способы политического пиара, ораторского искусства, демагогии, эмоционального воздействия на толпу. Если человек что-то говорит другим людям, например, рассказчик рассказывает некую историю, то он это делает очень странно. Он говорит одну или две фразы, после чего делает длинную паузу и ждет, пока слушатели его не подтолкнут к следующей фразе, не зададут какой-то вопрос, не попросят его дальше продолжать повествование, после чего говорит еще несколько фраз. То есть главное это не заполнять собой своей речью, а какое-либо пространство постоянно давать возможность высказаться другим членам. Вот такая ситуация, основания жизни, они нам кажутся очень странными, не очень понятно, каким образом такое общество может в течение долгого времени поддерживать этот баланс, почему она не скатывается в этот схизмогенез, который выражается в лунке вооружений, в кровной мести и тому подобное. Вот эта спираль ненависти, она везде обнаруживается. Как это вообще может быть, что на Бали это не случается? В значительной степени это связано с тем, что баллицы, в общем-то, что в достаточно хороших условиях, они не голодают, умереть от голода там как бы невозможно. И для них удивительно, что в Европе, в городе, например, человек может голодать, никто ему не даст пищи, даже умереть от голода. Их экономика такая очень странная. Она основана на том, что они в повседневной жизни стремятся к тому, чтобы накапливать определенные ресурсы. Здесь они даже проявляют такую скупость, экономию. Но накопив определенную сумму, они начинают растрачивать. Очень большая часть жизни баллицев заключается в том, что они устраивают театральные представления, устраивают разнообразные шествия и так далее. И на эти шествия тратятся огромные совершенно ресурсы. Сооружаются прекрасные костюмы, какие-то там драконы, музыка, фейерверки и так далее. Есть люди, которые очень участвуют в какой-то театральной труппе, музыканты, они очень долго тренируются, очень долго практикуются. При этом они берут какую-то оплату у слушателей, но эта оплата очень маленькая, которая совершенно не окупает даже те материалы, которые они используют для своих костюмов. То есть это такая чистая трата. Но эта трата как раз позволяет им оттягивать лишнее и не собирать какие-то капиталы, не конкурировать экономически, и не считать, что вот кто-то богаче, кто-то беднее, потому что во всех этих праздниках все люди участвуют, то есть это какие-то положительные эмоции, едят и едят, бегут и тому подобное. С другой стороны, это определенное социальное устройство, вернее, уже с третьей стороны, определенное социальное устройство. Для болица главное это Деса, господин деревни, или даже бог деревни. Здесь вспоминает Бейтсон Дюргейма, который говорил, что сакральное и социальное тождество, бог это и есть общество. Вот они прямо обожествляют деревню. И деревня, она не должна нести убытки, это самое главное. И те или иные взаимоотношения между различными людьми, те или иные социальные положения, экономические взаимодействия, они происходят таким образом, и старейшины за этим следят, чтобы не случилось между двумя людьми, чтобы это не повредило деревню. Поэтому какие-то конфликтные ситуации в экономическом плане, в социальном плане, они считаются чем-то очень серьезным, и они всячески гасятся в этой деревне. Если человек что-то нарушает, то в таком случае он должен деревне заплатить штраф. При этом, если он продолжает делать эти нарушения и не выплачивает штраф, то этот штраф начинает расти в геометрической прогрессии. И таким образом получается, что человек, идущий против других людей и против деревни, он очень быстро становится таким... очень изгоем, и ему нужно как можно скорее опять вернуться в вот это вот состояние мира со своими соседями и с обществом в целом. Также очень важно в социальных взаимодействиях поддержка других людей. Без этой поддержки люди бы не смогли удержаться в этом равновесии. Если от тебя отворачиваются твои соседи, то в таком случае это очень серьезная проблема для человека. Он очень боится утратить благорасположение и помощь со стороны других людей. Ну, собственно, Бейсон обращается к такой теории игр, которая пытается... Теории игр Неймана, кибернетика, где он пытается смоделировать такую игру, в которой люди не стремятся к выигрышу, а стремятся к поддержке друг друга. И, собственно говоря, уже такая кибернетическая тема, которая по-своему интересна, но к нашей проблеме имеет косвенное отношение. Ну, вот, собственно, такие наиболее важные вещи, которые я хотел сказать про Бейсона, это группа культура и личность.